Погнали! Полторы недели, Антон, я познал дзен и теперь готов доносить нашим до старым братарам все новости спорта Казахстану. Всем привет, здесь Петр Воликов, это спорт Шрёдингера. Полторы недели, у нас не было видосов, но теперь мы возвращаемся. Самый настоящий камбэк. Камбэк! Сегодня выпуск сразу о нескольких видах спорта. Обсудим все интересные события, случившиеся за последнее время. Начнем с золотой медали Казахстана на чемпионате мира по легкой атлетике. Потом поговорим о чемпионском бою Женебека Алимханулы. Еще будет про Геннадия Головкина, Шавката Рахмонова и про наш снова многострадальный футбол. Даже будет про Борис вот такой вот у нас выпуск. Кеток и приятного аппетита. Давай точи, братан! За полторы недели, наверное, худые все. Давай похаваем от души! Друзья, возвращаться на YouTube после такой паузы нелегко, поэтому прошу вас чуточку помочь. Лайк и комментарий к этому видео очень сильно помогут. Мы чуточку выпали, а вот у наших друзей из Тенниси Ки-Зет акция работает как часы. А они раздают бесконечный бонус. Все подробности в закрепленном комменте. Ну а начнем мы с первой в истории золотой медали Казахстана на чемпионате мира по легкой атлетике. И ее принесла Нора Джируто в беге на 3000 метров с препятствиями. Как не трудно догадаться, Нора натурализованная спортсменка. Хотя я изначально думал, что она из Казаларды, братан. Кения для бега это страна что-то вроде Бразилии для футбола. В Казахстан Нора приехала в 2017 году вместе с еще тремя кенийцами выступать за клуб Алтай Атлетикс из Восточно-Казахстанской области. В декабре 2018 года вся четверка, трое девушек, один мужчина приняли гражданство Казахстана. Удивительно, но казахстанцем стал и их тренер Кеннет Ротич. Несмотря на фамилию, он чистый кенийц. Впоследствии Кеннет сменил фамилию Ротич на Аузыч. Друзья, здесь поставишь по-братски. Кенийки не сразу стали выступать за Казахстан. Международная федерация легкой атлетики борется с натурализацией. За карьеру разрешено только один раз менять страну. А после смены есть трехлетний карантин. Девушки-кенийки вышли из карантина только в этом году. В мужской сборной кенийц появится только со следующего года. Как относиться к золоту Норы? Это очень тяжелый вопрос. Конечно, ее медаль не отправит тысячи детей бегать на стадионы. Да и вряд ли сама Нора до 2017 года подозревала о существовании Казахстана. Конечно, ее можно назвать легионером. Но это очень качественный легионер. Свою задачу она выполнила блестяще. Ее вид представлен на чемпионате мира с 2005 года. И прежде ни одна Казахстанка в нем не выступала. Своих спортсменов и традиций в этих видах у нас нет. Ради кенийцев наших талантов не зажимали. Переименовать кенийцев придумано не нами. Такими методами пользуются Бахрейн, Катар, Турция и даже Ахаша. Есть ли тут общие с Еленой Рыбакиной и ее Уимблдоном? И да, и нет. И жох, и я. Да, тоже натурализация как ни крути нет. Потому что победа на Уимблдоне это куда более громкое событие для мирового спорта, чем любая медаль с чемпионата мира по легкой атлетике. И в случае с Рыбакиной вполне возможен эффект кучи детей, которые запишутся в секции тенниса. От кенийской натурализации можно извлечь пользу, кроме результатов здесь и сейчас. Если благодаря тренировкам с ними или благодаря их тренеру у нас появится своя Рыбакова в длинных дистанциях, все было бы не зря. Прямо сейчас, да, я соглашусь с мнением, что победа Норы сильно маскирует проблемы нашей легкой атлетики. А как вы относитесь к этому золоту? Пишите в комментариях, все прочитаем. На все ответим. Фуф, я про Кению говорю, братан, жарко стало. В Алма-Ате тоже же Кения. От легкой атлетики переходим к виду спорта, где у нас никогда не стоит вопрос о натурализации. Говорю я, конечно же, о боксе. Хорошую новость получил Женибека Лимханулы. WBO назначила бой Женибека с Деметриусом Андраде. У казахстанца титул временного чемпиона мира в среднем весе, у американца полноценный. Лимханулы и Андрады дали 30 дней на переговоры. В любой момент стороны могут запросить промоутерские торги. Это процедура, при которой право устроить бой, получает промоутер, предложивший больше денег. В начале года у Деметриуса получилось легально убежать от боя. Но сейчас это точно уже не получится. Ха-ха-ха! Шорт! WBO постановила, если Андрады по каким-либо причинам не примет бой, даже из-за травмы пояс автоматом перейдет к Лимханулы. В общем, у Андрады просто нет выхода. Деметриус не кассовый боксер, а теперь еще лишился влиятельного промоутера. Вместо Эдди Хирна его в переговорах представляет Дмитрий Солита. У Солиты нет контракта ни с одним телеканалом, зато такой есть у легендарного Боба Арума, который ведет нашего Женебека. Жду, что в ближайший месяц бой о Лимханулы Андрады объявят уже официально. Постановление от организации, но только от WBA получил и Геннадий Головкин. В сентябре Геннадий побьется за все титулы во втором среднем весе с Канело. Но при любом исходе сохранит свои три пояса в среднем весе. Правда, WBA поставила Геннадию ультиматум. В случае победы над Канело Гена обязан в течение пяти дней, да именно пяти дней, решить в каком весе он будет выступать. Если Гена проиграет Канело или решит остаться в среднем весе, он должен в течение 120 дней встретиться с регулярным чемпионом Эрис Ланди Ларой. Кубинец прям ровно на год младше Головкина. 39 лет, а в среднем весе запомнился только победой над эпатажным ирландцем Гарри О. Салливаном. Да и вообще Лара по большому счету за карьеру провел только один громкий бой против Канело. И да, его тоже грабанули в Лас-Вегасе. Нужен ли бой Головкин Лара, есть ощущение, что это никому не интересно, кроме кубинца. Ну и заглядывать так далеко в случае с Головкиным опасно. Геннадий не исключил, что третий бой с Канело может стать для него последним в карьере. Как это будет, узнаем ровно через два месяца. Трилогия состоится 17 сентября. Казахстанские профи-боксеры вообще нас в этом году не особо радуют. Боев крайне мало. Удивительно, но 40-летний Головкин дерется в точно таком же графике, как и наши молодые и перспективные боксеры. Это прям очень огорчает. Вот и в июле у нас по сути всего два боя. 30 июля Али Ахмедов в Лос-Анджелесе встретится с мексиканцем Рикардо Адрианом Луной. 32-летний Луна уже имеет поражение от казахстанца. Два года назад проиграл решением Нурзату Сабирову в Канаде. Ну а самый громкий бой Мекс провел в 2014 году, когда стал пятым соперником Риоты Мураты. Тоже проиграл решение. Еще у Луны есть поражение нокаутом от Бегтимира Меликузиева из Узбекистана и три боя в США. Бой Ахмедов Луна интересен тем, где он пройдет. В андеркарте у ютуберов Али Эсона, Гиба и Остина Макбрума. На двоих у них больше 20 миллионов подписчиков в ютубе. Гиб и вовсе уже выступал в боксе. Улетал в нокаут от Джейка Пола, когда тот еще не бил пенсионеров из UFC. Нет ничего страшного для Али в участии. В таких шоу били Джо Сондерс и Девин Хейни полтора года назад разогревали бой ютуберов. Это не помешало Сондерсу через бой выйти против Канело. А Хейни этим летом стал абсолютным чемпионом мира. 30 июля, но в Нью-Йорке выступит еще один суперсредний вес из Казахстана. 36-летний Даурен Елиусинов. Он будет биться в андеркарде бывших чемпионов мира Дэнни Гарси и Хосе Бенавидеса. Соперник 26-летний американец Джуниор Юнан. С красивой статистикой 16 побед, 1 ничья и 10 нокаутов. У Юна на простой больше года, а последняя победа над Джейсоном Миндой решением. Минда за 2 месяца до этого улетел в нокаут от нашего каната Ислама. Что-то мне подсказывает, что у Даурена хорошие шансы на апсет в этом поединке. От бокса переходим в ММА. Обзор нашумевшего турнира Найза и Игл в Актау делать уже поздно. Хотя на этой неделе турнир заставил поговорить о себе еще раз. За толчок полицейского был арестован на 10 суток Арман Тугаев, сопровождающий Хабиба Нурмагомедова в Актау. Хабиб пока никак не высказался об аресте друга из Казахстана. Тугаева в СМИ называют бизнесменом и меценатом. Но я хотел бы обратить внимание еще вот на что. Тугаев бывший спортивный функционер. Он возглавлял федерацию самбо и федерацию тэквондо в родной Атыраусской области. А в одной из старых публикаций рассказывал, как Джансель Денис, с детства живущая в Турции, стала выступать за Атыраусскую область. Приезд Хабиба в Актау совпал еще с объявлением боя его друга Ислама Махачева против Чарльза Оливейры за титул в легком весе. Они возглавят турнир, который пройдет 22 октября в Абу-Даби. В карту уже добавлены Петру Хаян против Шона Омели и Белал Мухаммад против Шона Брейди. Мне этот турнир интересен в контексте того, кто из казахстанских бойцов может попасть в этот карт. По датам он отлично подходит для Шавката Рахмонова и для Дамира Исмогулова. Тем более оба публично говорили о желании выступить в Абу-Даби. В прошлом году Дамир должен был подраться как раз таки здесь. А Шавкат два года назад стартовал в UFC именно в Эмиратах. Мне кажется, либо Дамир, либо Шавкат окажутся в этом карте. Пишите в комментариях, кого вы бы хотели увидеть в Абу-Даби. До старт пока мы записываемся. Хотя только что Дамир выложил в сториз то, что он готов быть запасным в бою Оливейра-Махачев. Неплохо. Если что, если что, сам знаешь, я на связи. Я готов выскочить на замену. Махачев, Оливейра, Гамрад. Еще какой-то боец забыл. Вот этот. А, Дарюш, да. Если что, я на старте. Из индивидуальных видов спорта перейдем к командным. Борис в последние дни активизировался. Команда уже начала сборы под руководством Андрея Скобелки и вовсю подписывает новичков. Уже целых, кстати, пять. Первым спустя 10 лет вернулся российский защитник Ниша Григорьев, запомнившийся в Астане своими драками. Из АХЛ выписали американского нападающего Луиса Энтони, из чемпионата Германии канадского защитника Грэма Джесси и американского форварда Джереми Брако, а из чемпионата Финляндии российского проспекта Эдмонтона Кирилла Максимова. Из этих новичков больше всех интригует Энтони, а Джесси и Брако приехали в Европу с неплохой статистикой в АХЛ. Плюс и в Германии тоже были не на последних ролях. К подписанию Григорьева есть огромные вопросы, как и к Максимова. Да, он на карандаше в НХЛ, но на взрослом уровне пока не особо впечатляет. Может в Борисе раскроется. Главная потеря Бориса – уход Романа Старченко. Ушла целая эпоха, не будет громко так сказать. Роман единственный, кто провел в Борисе абсолютно все сезоны КХЛ. Плюс рекордсмен по количеству матчей, второй бомбардир и второй снайпер в истории клуба. Новый сезон 36-летний Старченко начнет в «Спартаке». Не знаю, как сложится карьера Ромы в московском клубе, но в одном не сомневаюсь. После окончания карьеры его майка будет поднята на Борис-арене. Легенда. Ну и в самой концовке о грустном казахстанском футболе. Эх, братан, как быстро летит время. Совсем недавно мы радовались победе сборной Казахстана в Лиге Наций. А теперь мы снова говорим «многострадальный казахстанский футбол». Еврокубки для нас в этом году полнейший кошмар. За шесть матчей всего одна победа. Принес ее Табол. Костанайцы сначала вылетели из Лиги Чемпионов после 1-5 от венгерского Теренцвараша. Но в Лиге Конференции стартовали с 2-0 над Гибралтарским Линкольном. Возились больше часа, но затем дважды забили после угловых. У Линкольна местные игроки совмещают футбол с работой. В Костанай приехали таможенник, госслужащий и полицейский. И дооценивать эту полупрофессиональную команду в любом случае нельзя. В прошлом году Линкольн сенсационно дошел до группы Лиги Конференции. Козелжар в прошлом году стоял на ушах от первого выхода в Еврокубки, но оказался к ним совершенно не готов. Стадион в Петрике так и не доделали, а матч с Сиеком поставили на 6 вечера в будний день на Астана-арене. На поле все было чуть-чуть достойнее. 1-2. По иронии судьбы забили бывшие игроки КПЛ. Мехрет Топчагич и Ласло. С невероятной фамилией, которую я в любом случае не проговорю. Кляинцхатля. Ну вы поняли. А первый гол Козелжара в Европе оказался автоголом с центра поля. Было бы чуть повеселее, если бы не удалился петропавловский бразилец Жан Мартинш. Самый главный осек это то, что Козелжар будет играть на групповом этапе Лиги Конференции. Надежды на Кайрат с таким сезоном тоже особо не было, но поражение дома от венгерской Кишварды все равно удивляет. Ну и сам гол так беспомощно гости раскатали оборону Кайрата. Остается утешаться двумя фактами. Первый. За Кайрат сыграли 9 воспитанников Академии. Второй. Кишварда. Почти казахстанский клуб. Тоже получает деньги из... У меня, смотри, язык не поворачивается. Из госбюджета получает деньги Кишварда. Ну а самый настоящий позор выдала Астана. Клуб не смог организовать нормальный чартер и прилетел в Польшу за несколько часов до стартового свистка, чтобы получить 0-5 от Ракува. Особенно смешным был первый гол. Вратарь Марко Милошевич получил в домик. За 95 минут Астана ни разу не пробила в свор. А равенство с вице-чемпионом Польши было только по количеству удалений 1-1. Назад часть игроков будет добираться через Абудаби. Представляете? Да, это настоящий уровень тупизма. Из Польши поедут в Казахстан через Эмират. А они посмотрели. Говорят, Шавкат Дамир хочет тоже в Абудаби. Мы тоже поедем. При этом Шавкат и Дамир лучше сыграли футбол на шоу-матче, чем вся Астана. Еврокубки – это повод еще и учиться. Я очень надеюсь, что наши клубы в скором будущем будут как Ракув. Пять лет назад этот клуб играл в третьей лиге. Секрет взлета – грамотный владелец и тренер. Михаил Сверчевский заработал деньги на интернет-магазине и купил любимый клуб детства, а Марек Папшун ставит клубу современный футбол со времен третьей лиги. Бюджет Ракува всего лишь 8 лямов евро. Напоследок кое-что расскажу. Мы написали в Инстаграм главному тренеру сборной Казахстана по футболу Магомеду Адиеву. Насчет интервью он был не против. Сказал, что все это решает Федерация. Написали Федерацию. Федерация нам сказала «идите на!» Он не дает эксклюзивные интервью. Спортс.ру он дает. А казахстанскому изданию он не дает. Еще раз, сам Адиев не против, против Федерация. Против, чтобы мы с вами знали все про казахстанский футбол, про сборную. Удачи вам, Федерация. До стар, но я старался. Я старался, чтобы я хотел сам лично и вам показать, и сам лично узнать, почему сборная Казахстана вот так вот выступила. Но не судьба. На сегодня все. Хочу напомнить вам, что спорт Шрёдингера каждый день рассказывает о казахстанском спорте. У нас есть телеграм-канал и страница в Инстаграм. Подписывайтесь обязательно там. Здесь тоже нужно подписаться, если вы не против. Дорогие друзья, пожалуйста! Алга Казахстан. У нас будут обязательно поводы порадоваться. Мы еще победим. Пока. И Адиев нам когда-нибудь даст интервью. Субтитры сделал DimaTorzok